Культурные ценности страны будут храниться на электронных носителях. В Казахстане наряду с традиционными появятся виртуальные музеи и электронные библиотеки. Об этом заявил министр культуры и спорта на онлайн-конференции. Арстанбек Мухаммеди Улы подчеркнул, все это делается для того, чтобы историческое наследие стало доступнее. На повышение доступности ориентированного и перспективного проекта сферы информатизации области. Так, в рамках реализации получения в Казахстане идет система работы по развитию казахской национальной электронной библиотеки. Отрадно, что сейчас многие зарубежные артефакты, касающиеся нашей истории, уникальны, которые хранятся в британских библиотеках или шанханских библиотеках. Благодаря нашим сотрудникам в академической библиотеке сейчас мы уже получили электронную вариант в нашей библиотеке и сейчас широко она популяризируется. Правда, представители южноказахстанской интеллигенции отметили, что есть моменты, на которые необходимо обратить внимание. В первую очередь на уровень казахстанских исполнителей. Иногда репертуар некоторых певцов и певиц оставляет желать лучшего. Их композиции не несут никакого смысла. Думаю, стоит тщательно отбирать эстрадных исполнителей и песни, которые они исполняют. Министр культуры и спорта прокомментировал и ситуацию в отечественном кинематографе. По словам руководителя ведомства, отрадно, что современные картины казахстанского производства в большинстве своем показывают историю страны. Национальный кинематограф сегодня ориентирован на популяризацию уникальной истории культуры наследия страны, исторических событий и выдающихся личностей. Мы имеем опыт создания высокохудожественных патриотических картин, завоевавших признание казахстанских зрителей. И мы должны, что в этом году, в 2016 году, мы пустили историческую, драматическую, можно сказать, уникальную картину Ахан Сатаева «Дорога к матери». Арстанбек Мухаммеди Улы подчеркнул, что картина автора участвует в двух международных кинофестивалях. Этой же осенью зрителей порадует фильм «28 панфиловцев», снятый совместно с Министерством культуры России, а также проект, созданный общими усилиями казахстанских и китайских специалистов. Мы выпускаем хороший фильм, но, к сожалению, у нас...